Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня у нас в гостях Алена Вакина. Ален, я тебя поздравляю. Ты у нас самая мужественная девушка, которая согласилась к нам прийти. Мы многих приглашали. Нам очень приятно, всему нашему мужскому коллективу. Тебе слово. Передача у нас посвящена молодым предпринимателям, вообще предпринимателям, успешным людям, которые работают в Крыму, проживают в Крыму. Расскажи немножечко о себе, чтобы в дальнейшем у нас сформировались вопросы. Чем я занимаюсь, тему предпринимательства обсуждаем. Хорошо. Я руководитель Центра развития для детей в городе Симферополе. Осенью в Школе жизни, так называются, наш Центр будет три года. Три года в формате Центра я работаю. То есть, что такое Центр? Это есть я, есть преподаватели, которые работают с детьми. И вот моя задача как предпринимателя – организовать процесс, создать пространство, в которое будут приходить дети с родителями, и развиваться. Потому что Центр развития. Ну вот я сейчас говорю и понимаю, что я вообще больше все-таки не предприниматель. То есть, для меня этот Центр – это просто возможность создать пространство такое, как я хочу, для того, чтобы заниматься моим любимым делом. И поэтому мне особенно интересно, что у нас сегодня получится, что я расскажу, поутаскивая себя. То есть, посмотреть на свое дело, все-таки, вот именно под финансовым углом, прям очень интересно. Для меня это будет не могу. Ну, ты знаешь, на самом деле, в жизни, именно в жизни, есть это и в отношениях, и в дружбе, и в бизнесе, есть всегда такие параметры, как зима и лето. Соответственно, люди, которые занимаются каким-либо делом чисто из-за бабла, они, на мой взгляд, когда происходит зима, то есть спад рынка, они перестают этим заниматься. А люди, которые занимаются делом, потому что им это нравится, потому что они это любят. Даже когда происходит спад рынка, а он рано или поздно зимы начнет переходить в лето, эти люди становятся на коне. Даже с меньшим бюджетом, с меньшей энергией и так далее. Поэтому, в принципе, у нас и передача, ну, так и призвана, чтобы показать нашим предпринимателям, что в большей степени стоит заниматься любимым делом. И вот ты у нас такой яркий пример. Да, однозначно. Ну, а школа жизни, три года, почему такая идея? Чем ты занималась до этого? Я про это могу очень долго рассказывать, потому что меня будет сокращать. Давай, давай, давай. До тридцати лет я не стесняюсь. Я думал, ты скажешь, до восемнадцати. Так вот, я занималась, я была наемным сотрудником, я занималась продажами. У меня был очень такой хороший карьерный рост в области продаж. Я работала в оптовой компании крупной, развивающейся. И все было прекрасно. Я росла, росли мои доходы, рос мой статус, моя уверенность, уважение к себе. А в тридцать лет грянул кризис. Вот как сейчас помню, лето, три месяца. Какой год был? Тридцать лет, ты хочешь узнать, какой год был? Ну, мне уже стало интересно. Это было давно. Я понял, что в году. Нет, это было девять лет назад. Вот я прям хорошо помню, когда что-то начало происходить с ним. Я тебя перебью. Вот яркий пример, когда человек занимается любимым делом и молодеет и молодеет. Ну, это так, между прочим. Я начала приходить в свой офис, и я понимала, что я ненавижу все. Я ненавижу этот офис, я ненавижу людей, которые там находятся. Я ненавижу руководство, которое ставит там бешеные планы по продажам и так далее. Меня вот дергает, типает, и я не могу понять, что со мной происходит. И три месяца мне понадобится для того, чтобы понять. И как бы мой вопрос был к себе, три месяца я на него искала ответ. Я с жиру бешусь, ну, потому что внешне атрибуты прекрасные. Машина, там, топ состав директоров, я там туда вхожу. Деньги, признание, уважение, там, ну, в общем, как бы все внешне замечательно. А внутри вот что-то не хватает. И мне мама там говорила, слушай, ты прям уже реально с жиру бесишься, что тебе еще надо, все прекрасно. А я радость искала. А радости на этой работе не было. И вот через три месяца я поняла, что радость важнее, чем все остальное, что есть у меня прямо сейчас. И я пришла к нашему собственнику и сказала, что я не могу, я не хочу. Либо давайте меня куда-то в другое место, вот найдем мне приложение, либо буду уходить, потому что вот прям уже на последнем издыхании. Я за тобой давно наблюдаю. Хорошо, что ты начала разговор, потому что, значит, я бы сам тебя пригласила. Вот у меня уже на пятницу написано, так как я надо позвать. И поскольку компания на тот момент активно развивалась, и у нас, то есть мы были в Симферополе, да, но мы работали на весь Крым, начали работать на Украину активно, строительные материалы продавали оптом и в розумусу. И была такая, ну, как бы, концепция в каждом городе Украины, что был свой представитель, ну, торговый или менеджер по продаже, оригинальный менеджер, который бы продавал наш ассортимент, ну, с колес, так скажем. И вот этот вот поток людей нужно было обучать. И вот как раз это все так своевременно сложилось, то есть вот нужен был человек, который был бы руководителем отдела обучения и развития, мне предложили, вот, отлично, я там под шумок сказала, хорошо, но я хочу, как бы у меня первое экономическое образование, я хочу на психологию, мне важно, мне важно знание, потому что я понимаю, что я готова, и мне очень нравится вообще с людьми работать, вот, вводить их в курс дела, тем более, что есть, я была лучшим региональным менеджером по продажам, знала, значит, ассортимент компаний и прочее. В общем, как бы, все, я работаю в новой должности, руководителя отдела продаж, обучения и развития персонала, я учусь в нашем ТНУ на дневном факультете счастья. Предприятие оплачивало это? Нет, предприятие не оплачивало, это было мое самостоятельное, но предприятие мне дало возможность полдня не присутствовать на работе, то есть главное выполнять задачи. Все на меня смотрели, крутили пальцем на виска, почему? Потому что я потеряла в зарплате в два раза, я была топ-менеджером, стала линейным, то есть у меня там, как бы, я подчинялась директору по персоналу, как руководитель этого отдела, а я была счастливая. Вот так, как бы, я вообще меня развернула, я перешла, но сначала работала со взрослыми, и вот, когда я уже проводила для наших сотрудников тренинги по продажам и прочее, я начала задумываться о том, что вот сидит перед мной, там, 12-16 человек, и, как бы, вот этот опыт, да, начал приходить, что вот этот, вот этот, вот этот, он не продажник, ну, то есть, как бы, я могу ему передать технологии, я могу его, ну, вызубрить, там, он, навык может получить, но по личностным качествам, ну, продажа, это не его, я его куда-нибудь, и я вот как-то, и плюс мой личный опыт, что я, оказывается, не туда шла все эти, там, долгие годы, да, я начала задумываться о том, как было бы здорово, чтобы школьникам помогали найти самому себя, определить вообще сильную свои стороны, чтобы не было вот таких ошибок, как моя. И вот начала вот эта идея появилась о том, что со взрослым, конечно, здорово работать, вот, вот, ну, со школьниками хотелось выбрать, хотя опыта совершенно нет. И потом, как бы, какой-то, я так долго про это думала, и так много, что однажды утром я просыпаюсь, и, ну, там, навык, написание о сценарии тренинга уже был, да, я просыпаюсь и понимаю, что у меня есть программа по профориентацию, вот не знаю, откуда она мне там, там, факсами сверху пришла, и я, ну, как бы, я сначала, что мне с этим делать, детей не знаю, ну, как бы, пошла к директору школы, седьмой, кстати, да, потому что я там сама училась, там, на тот момент, мой сын учился, говорю, здравствуйте, я вот, есть программа, я бы хотела ее, ну, как, обкатать, эксперимент, да, провести, если вы мне соберете 9-10 класс, я готова с ними поработать, вот, мне их собрали в библиотеке в школе, я им что-то там рассказала, жутко нервничала, конечно, для себя решила, что, даже если один ребенок ко мне запишется, это, понятное дело, было бесплатно для детей, я готова буду с ним работать, мне хочется посадить, что это такое, и какой будет результат. Ну, и, получается, из, там, всех приглашенных, человек 9 пришло на первое занятие, человек, на следующее пришло 13 человек, потому что эти рассказали кому-то, эти тоже захотели, ну, для меня это была очень такая шикарная обратная связь, и вот мы с детьми отработали, и было потрясающе, такой результат, такое вдохновение, и дети говорили, давайте что-нибудь еще, и вот я в тот момент поняла, что центр будет когда-нибудь. А вот когда ты выбирала, ну, где учиться, да, у тебя первое экономическое образование, второе психолога, а кто тебя, вот, ну, почему ты выбрала экономику, экономическую специальность? Прекрасный вопрос. Классика жанра. Не знаю, мне кажется, процентов 60 детей так выбирают, куда их поступать. У меня любимый педагог был по математике, заучи нашей школы, вообще шикарная женщина. Все еще учатся в этой школе? Да, нет, он же ушел оттуда после девятого класса в колледже. И как-то и мама уделяла внимание математике, причем у нее была прекрасная математика, а школа закончилась медалью, и на момент, как это, окончания школы, лично у меня было две цели, ну, мне совершенно все, я просто не думала о том, кем я буду работать, вообще зачем про это нужно думать. Мне первое, хотелось бежать из родительского дома, куда-нибудь подальше, вот, и второе, не париться со вступительным экзаменом, потому что выпускные в одиннадцатом классе, я помню, я прям очень сильно напрягалась, у меня там, ну, я очень ответственная, и, в общем, я так перенапряглась, что я не знала, как это будет еще, и когда там ХАИ приезжали сюда и проводили, ну, весной вступительные испытания вот здесь, ну, в Симферополе, ну, как бы я там что-то писала, и они мне потом присылают письмо, что вот так и так вы поступаете, причем на экономический факультет, единственное... А ты очень научилась? Да, это вообще авиационный институт, то есть там основные все технические специальности, вот один был экономический, ну, менеджерский факультет. Шестой факультет. Точно. Ты что же там учился, да? Я не знала, что ты там училась. Да? Ну, я просто видела у тебя на страничке, на стене, Ну, у тебя это не написано. Вот, и получается, что, а если у вас медаль, то вы вообще ничего не сдаёте, мы вас автоматом принимаем. Я сказала, мама, я еду в Харьков. Мама такая, хорошо. Ну, вот так вот я туда попала. Понимаешь? Ну, понятно. А самое интересное, ну, если отматывать, как бы вообще назад, вот уже про профориентацию говорить, то все предпосылки, что я вообще гуманитария, они вот просто настолько лежали на поверхности, просто не было человека, который бы посмотрел и сказал, Натя, блин, вам вообще какой экономический, вот туда-то надо, потому что там сочинения, потому что все гуманитарные предметы, это моя страсть. А математика у меня получалась, потому что меня натренировали, как раз таки. Это к вопросу, знаешь, обо всех сейчас, вот, к репетиторам ходят разные там, кружки, где можно усилить какие-то свои навыки, это замечательно, но есть риск, вот понимаешь, вот этот момент, что не по той дорожке пойдет ребенок, и потом все равно он вернется, потому что от себя вообще не вернешь. Вот так вот, например, ты примем, я честно разговариваю. В самолеты ты влюблена? В самолеты, я люблю летать, но вот прям, как сейчас помню, вот эти вот всякие, скажем, механики технические, это было просто, вот, я и сейчас, честно говоря, хотя, слушай, ну вот я заканчивала школу, у меня еще одно было, как направление, слава богу, я туда не пошла, я кандидат в члены Малоэкадемии по секции информатики. Валентин Косаткин, программирование, BASIC, программы писала, знаешь, как бы, и вообще у меня тогда был выбор, когда вот я школу заканчивала, как бы хаи, потому что напрягаться не надо, халява, либо программирование, потому что сюда идет много моих друзей, вот из, ну, как бы, со станции юных техник. Слава богу, что я не пошла на программирование. С хаи, я не сказал бы, что напрягаться не надо, знаешь, у нас там... Я имею в виду поступление, я же про дальше вообще не думала, ну, то есть, понимаешь, как бы, почему вот сейчас мы занимаемся с детьми, для того, чтобы развернуть на то, что про будущее думать надо. И вот как бы наши занятия, про ориентацию в том числе, они как раз про это. У меня, кстати, примерно подобная история была. Я в 10 классе была Олимпиада по экономике. И в Ялте она проходила и в первые места позволялось поступать на экономические специальности практически там в очень много вузов. Практически все вузы Крыма, там Херсона часть, и вот в том числе и в Хаи. И я... На школе не было экономики, я занимаю, ну, как вот так оказалось, первое место. Вот. Тогда я первое интервью на радио дал, еще радио такое по проводам было. Ну, в принципе, оно и сейчас есть, я так понимаю. Потом первая у меня такая обложка в газете есть у меня там крупным кадром. Писал я тему предпринимательства и предпринимательский риск. То есть у меня не было экономики, не было ничеподобных дисциплин. Ну, я сел на первое. Этот, помню, профессор Полонский был с Херсонского университета. Взял мою работу и такой минут 10 наносит ибался. Ну, уже когда за что? То есть ошибки мои читал. Ну, и весь зал смеялся. Огромная аудитория была. Вот. А потом говорит, ну, вы знаете, говорит, ну, мы же тут не за ошибки справился этого. И вот этот человек может там в любой университет поступить. Ну, там, там часть университета была на безоплатную учебу. Но я, когда потом выбрал все-таки техническую специальность компьютерной системы и сети и отдельно сдавал на это экзамены. И девчонки встречались уже в ХАИ. Говорит, ах ты, этот, ты занял первое место и не пошел учиться по экономической специальности, хотя занял первое место по экономике, да, а пошел техническое. Лучше бы туда не участвовал. Вот. Кстати, особенности нашего образования в школе меня, я, как бы, ну, не очень хорошо учился. Меня обвинили, что какой у тебя папа мудрый, вот ты плохо учишься, а в Азиту попасть не сможешь. И, вот он пошел сейчас, заплатил якобы комиссии, какой у тебя папа мудрый, вот ты, и ты вот сейчас попадешь в высшее образование получишь. То есть даже преподаватели в школе, хотя с Гаранова там приехали, поздравляли, там еще что-то, даже, ну, благодарственные письма даже на стенгазету школы не повесили. Вот настолько, ну, так преподаватели к этому отнеслись, да, то есть это очень такое интересно. Поэтому мне что-нибудь заинтересовало, что ты занимаешься такой довольно-таки актуальной темы, я и сам помню, когда был 10-11 класс, даже и 9-й, мне родители, когда спрашивали, куда будешь поступать? Я говорю, как можно дальше? Они, дальше куда? Я говорю, ну, в Питер куда-нибудь. Они говорят, не, в Питер не получится, он иди в приборку, ну, в Севастопольске. Ну, мы, короче, с ними поторговались, я считаю, переходный возраст был, ну, какое-то время, только доброе утро и спокойной ночи общались. Да. Вот, поторговались, вот я в ХАИ поступил, так вот, в общем, я к тому, что ты актуальными вопросами занимаешься. Ну, вот скажи, пожалуйста, я так и не понял, школа жизни называется, да? Где она находится в Симферополе? Куда прийти? Как вы работаете с детьми? Есть ли занятия летом у вас? Ты говоришь, что можно семьей прийти позаниматься, то есть это не только дети, это, наверное, как-то и родители там. Ну, давай сейчас расскажу о том, что мы сейчас предлагаем. Потому что наша линейка, она, 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 чуть-чуть меняется, поэтому я говорю о том, что у нас в этом году, вот, 2015-2016 год, да? Какие программы мы предлагали? Значит, у нас в течение учебного года занятия проходят раз в неделю по выходным. Есть программа профориентационная, называется «Мой железненный выбор», и ее цель, с одной стороны, диагностика, то есть выявить вообще вот, да, предрасположенность ребенка, его хочу, могу и надо, ну, с одной стороны. А с другой стороны, во время этой программы, почему она учна, и почему вот мы аж там семь занятий, семь раз встречаемся, и что мы там делаем на наших встречах, по два с половиной часа каждого занятия длится. Мы там как раз, ну, как это сказать, вшиваем, внедряем программу, там, ответственности, осознанности будущим нашим выпускникам, школьникам, то есть мы формируем понятие ответственности за свою жизнь, за свой выбор, почему программа так называется, то есть, и задача программы не просто диагностика, я как психолог, там, тесты, они меня заполнили, я им сказала, тебе там шахтер, тебе в президенты, там, тебе дома сидеть, а задача программы, чтобы ребенок, получив информацию, сам включил свой мозг и выбрал свою, ну, профессию, точнее, три, вот у нас как раз сейчас, но в это воскресенье нет, в связи с праздником, в следующем воскресенье будет завершающее занятие вот в очередной профориентационной группе и у детей задания, они готовят на основе всех результатов, которые мы собрали за наши встречи, они готовят, выбирают профессии для себя, свои профессии, я со своей стороны, как консультант, как диагност, я тоже, как бы, ну, там, анализирую их результаты и свою рекомендацию письменную предлагаю, и потом, как бы, по завершению программы, получается, мы встречаемся, там, родители, ребенок и я, и садимся, и разговариваем о нем, о ребенке, какой он, куда дальше, причем, как бы, здесь очень важно, его активная позиция, и вот эти вот встречи завершающие, они тем интересны, в разных семьях разный подход вообще, вообще разный уровень доверия, взаимодействия с ребенком, то есть есть, где, вот ребенок, мы там с ним работали, там, два месяца, вот он такой открытый, яркий, так мудро говорит, на встречу с родителями приходит и молчит, говорят родители, и понятно, вот не дают ему раскрыться, и моя задача, насколько это возможно, за одну встречу, как раз вот, создать диалог, чтобы они друг друга услышали, потому что, мое личное мнение, что, поскольку жизнь ребенка, ему нужно делать окончательный выбор, родители могут предлагать, они же своего ребенка лучше знают, чем я однозначно, они могут что-то советовать, они, там, исходя из своей родительской любви, заботы, хотят обезопасить, подстраховать где-то, и это здорово, но ребенок там слушает их, слушает меня, и говорят, замечательно, я хочу вот это, и вот моя задача, чтобы его хочу было услышано. Бывает такое, допустим, ребенок хочет быть, неважно, по каким причинам, музыкантом, а ты видишь, что он не музыкант, он хирург, ну, то есть он, или с техническим мышлением, и как вот ты его направляешь, я не направляюсь, Саша, смотри, вообще на занятиях и со старшеклассниками, и с более младшим возрастом у нас демократические взаимоотношения, что-то значит, ну, на равных, то есть, да, у меня больше знаний, у меня больше опыта, но я не в позиции сверху, вообще, как бы, ты сейчас говорил про систему образования, самое, ну, то, что меня лично напрягает и как мама, в том числе, да, то, что ребенок приходит в школу, и у него там 10 лет формируется позиция, что кто-то умнее и главнее, чем я, и вот из раза в раз наблюдают на ту же картину, приходит первое занятие, причем не важно, младший возраст, там 9-10 лет, 14-15, профориентация, дети приходят вот так вот, сидят и слушают, в смысле, чтобы я им начала говорить, что делать, они, ну, как это, в рамках, понимаешь, а моя зла еще раскрыть, соответственно, как бы в такой ситуации, вот, я сейчас реально смотрю, в случае вспоминай немножко другое, да, когда ребенок, хочу быть актером, там, планирую быть в Голливуд поехать, ну, мальчик, а папа у него предприниматель, несколько бизнесов, и он, когда регистрировал сына, он говорит, Алёна, ты ему расскажи, пожалуйста, что актерство это бред, чтобы он вообще забыл про это, чтобы он начал, и я говорю, я не буду точно рассказывать, но я посмотрю, правда или нет, и по итогам программы, вот, когда как раз парень защищал, свои, а там не просто я, там, участники говорят, ну, я там себя вижу врачом, там, актером, а еще и объяснить почему, то есть, либо презентация, либо какие-то там портфоли, ну, в общем, что-то, чтобы мы, как бы, которые их слушают, и дают потом обратную связь, могли поверить, либо не поверить, и вот он подготовил нам какой-то отрывочек, ну, актерский, и выступает, и вот я понимаю, что, ну, он в иллюзии, что он актер, и я ему эту обратную связь сказала, и у меня не было задачи его разубедить, как просил папа, и я не потому, что папа сказал, потому что вот мои ощущения, ну, и вот, как бы, вот на этом мы разошлись. Бывает, кстати, наоборот, у меня вот есть знакомый товарищ, у него, по-моему, прадедушка не знаю, дедушка врач, при том, там, и по отцам, и не по матери, и родители, и ихние братья, сестры, там, двоюродные, и его, там, какие-то братья, вот он выучился на хирурга, потом на эндоскописта, потом еще что-то, ну, вот, сейчас он остался все равно работать врачом, вот, опыт он накапливает, но я смотрю, а, ну, сейчас я не знаю как, но вот какое-то время ему очень было это вообще неинтересно, то есть. Голоски не горят. Вот, да, но опять-таки, чем бы ему хотелось заниматься, я не знаю так, но вот, может быть, ничем не хотелось, тоже непонятно. Вот, это про программу, в общем, про фориентационное, это для старшеклассников от 14 лет. Сколько это стоит денег? Как это? Про фориентационная программа стоит 5 тысяч. Это что? 7 встреч, можно на 1, 2, 3, 4, 5, что туда входит быстро? Ну, конечно, я тебе рассказываю, 7 встреч, на которых с одной стороны дети проходят диагностику, такую, трехстороннюю. 7 встреч, туда входит диагностика. Дальше, у детей формируется я-позиция, ответственность за свою жизнь. Ответственность. Итоговая консультация с родителями и рекомендация, ну, что делать дальше, как строить свой карьерный путь. Замечательно. Смотри, какая штука? Опять-таки, это я тебе даю, это уже устаревшая информация. Почему? Потому что я сейчас очень горю тьюторством. Расскажи, что это такое. Да, господи, блин, мы не влезем в 30 лет. Не, 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 ничего страшного. Я сейчас расскажу, что такое тьюторство, однозначно, потому что программа для более младших детей, она как раз с тьюторским подходом у нас сейчас уже реализуется. Но что очень важно, что, как бы, вот в эту профориентационную программу, да, мы еще добавим, с сентября месяца, мы продолжим, да, следующий набор, уже аж на сентябрь будет профориентация. Так вот, мы добавим такое понятие деятельностной пробы. И это очень важно. Деятельностная проба или профессиональная проба. То есть, что это значит? Это значит, что ребенок, вот, выбирая, да, вот то, что я говорю, три профессии, которые ему хотелось бы, в которых он себя видит, потому что, потому что, не просто там мечты и фантазии, да, а именно вот с аргументами, у него будет возможность все эти профессии попробовать. Что это значит? Ну, например, там, участник говорит, я хочу, я вот прям себя не вижу, врачом скорой помощи, вот мне так нравится этот драйв, риск, спасать людей и так далее. И он заказывает эту профессиональную пробу в рамках вот этой, мой жизненный выбор. Ну, мы организуем это, то есть, среди ночи, ему прям, как бы, его вызывают срочно там, кому-то спасать, и он едет вместе с командой скорой помощи, то есть, вот это вот все мы сейчас будем готовить и реализовать. У меня товарищ один, здесь в Севастополе, у него сейчас огромный проект, ну, в общем, он вот такой умничка, друг его зовут, очень много проектов, там, УЗИ, ну, вот он отдельный у него проект для детей, значит, огромный комплекс, где, ну, десятка, три-четыре разных профессий, где детей вот от такого возраста и постарше, если он хочет быть пожарником, там все оформлено, как у пожарников, там нет ничего пластмассового, там вот он, начиная от того, как он вызывает 0,1, притом разными телефонами, и круглым дисковым телефоном, и цифровым телефоном, и там колокол бьет, то есть, это даже исторически, да, там оператор вызывает, либо это там ответ к другим колоколам, ну, и так далее, целый процесс, если он хочет скорой помощью работать, ну, ребенок, если он хочет кассиром работать в магазине, кассиром, если он хочет авиационным инженером работать, вот, значит, авиационным инженером, то есть, вот, и там огромный комплекс, он, это, кстати, в Штатах увидел, вот, у него у самого маленькие дети, и так понравилось, что они там так этим всем позанимались, ну, сейчас очень такой комплекс в Крыму построить. И вот почему эти пробы, они очень важны, потому что, вот, ну, что, как бы я вижу, да, и сейчас вот есть тенденция, что, если я делаю правдиагностику, в том формате, в каком она есть, ребенок, участник, да, принимает решение о будущей профессии, исходя из мыслительной деятельности, то есть, я подумал, я увидел результаты, то есть, вот, решение рождается в пассивном таком формате. Когда мы добавляем вот эти профессиональные пробы, мы их добавим обязательно, деятельностные пробы, где я могу, вот я себе решила, что я актриса, я могу вот прийти к Дмитрию, там, в киношколу и вообще проверить, я актриса или нет, уже через детстве, ну да, понимаешь, как бы, потому что, одно дело, я себе представила, что мне это нравится, или меня воодушевляет картинка, там, ну вот, или еще что-то, да, а другое дело, я прожила это, потому что это вообще совершенно разные понятия, тем более для детей, потому что у них опыта этого очень мало, понимаешь, вот как бы, вот это мы добавим. А теперь про тьютерское сопровождение, как раз про младший возраст, у нас есть программа «Счастье быть собой», она для детей от 9 до, господи, 12 лет, и она такая общеразвивающая, и смысл ее, то есть, возраст помладше, да, но смысл ее тоже развернуть ребенка в самостоятельность, и вот там есть у нас сейчас две группы, функционирует, одна в таком корпоративном формате, то есть дети из одного класса, а другая открытая программа, разные дети, там, из разных школ, разных возрастов, но суть одна и та же, и вот как бы там с родителями, когда мы общались, основная потребность родителей, школьников этого возраста, следующая, ну первое, это самостоятельность, потому что там, они делают уроки, забывают, пустыли не заправляют, в комнате бардак, ну то есть самостоятельность такая, это моя проблема, ну смотри, не только твоя проблема, это проблема большинства, они не в фокусе на том, только я не вижу эту проблему, вот, а вторая, как бы, большая проблема родителей, это мотивация на обучение, и здесь, как это не только проблема родителей, это вообще проблема нашего общества, Почему дети не хотят учиться? Наверное, потому что что-то там вот их не вдохновляет, потому что вообще с точки зрения психологии природы, вообще человек это существо интересующееся, которое постоянно ищет и так далее, но в теме, которая интересна, понимаешь, да? И вот эта тьютерская программа, которая длится год учебный, то есть мы сейчас завершаем перед летними каникулами, в сентября возобновим этот курс, ее задача развернуть детей на самостоятельность, на ответственность, на желание учиться, но каким образом? Вот если там кто-то из родителей в иллюзии или учителей в иллюзии, что я сейчас скажу, Васенька, надо делать уроки, не будешь делать уроки, будешь работать дворником, не работает это. Васенька единственное, что запоминает, что это тетя или это мама или это училка, что делать, она мне просто сейчас полоскает мозг вообще, как бы так вот соскочить, чтобы этого не было, происходит отторжение. Но чтобы ребенок это усвоил, ему нужно что-то делать и увидеть ценность, правильно писать, считать деньги или еще что-то. Вот только через действия можно вот эту мотивацию возродить, абсолютно можно, и вот этим мы сейчас занимаемся, понимаешь? Я согласен, мне кажется, что у нас в школе, в статистической средней школе, они учат всего лишь нескольким вещам, на мой взгляд, это очень важно. Это любить друг друга, то есть это взаимоотношения, отдельное понятие женщина, девушка, мать, сестра, ее предназначение, и отдельно мужчина, да, кто такой мужчина, добытчик и так далее, так далее, так далее. Ну то есть вот эти параметры, третий параметр, на мой взгляд, нас не учат зарабатывать деньги, честно. То есть у нас вот, к сожалению, многие воспитаны на телевидении, и там не самый положительный пример, вот. Ну в принципе интересно. Саша, вот тебе продолжение, ты просто прямо уже меня подвел теперь к летней программе, потому что... Летом у нас открыт уже сейчас набор летней студии в городском формате, что это значит? Это значит, что дети в 9 утра к нам приходят, а в 6 уходят, то есть родители на работе, они знают, что мой ребенок не где-то выцелит, не где-то в интернете пропал, а он занимается и развитием, и досугом полезным. Так вот у нас на лето несколько программ запланированы. Первый – это бизнес-школа, это как раз то, о чем ты говоришь. Это финансовая грамотность, это умение зарабатывать деньги, это вообще понимание, что такое деньги, зачем они нужны. Потому что у многих детей прослеживается, я хочу много денег. Что такое деньги? Деньги – это ресурс для того, чтобы реализовать свои желания, желания своих близких и прочее, прочее. То есть можно построить храм, а можно построить атомное оружие? Слушай, знаешь, я даже больше скажу, можно построить храм, можно построить дом, а можно кирпичи таскать, понимаешь? Я вообще прям про одно и то же действие. Здесь как бы и это в том числе. То есть мы, эта программа, она материальная, причем там дети, участники, они реально учатся зарабатывать реальные деньги. У них там будут задания такие. А еще, поскольку это программа финансовая, то естественно, у участников, у них там рейтинг ежедневный, там куча-куча показателей. И самых лучших три участника, они еще призовут, фонд у них есть, они получают денежный приз. Они хорошо поработали, они заработали деньги за участие в этой программе. Это бизнес-школа. Следующее у нас направление, оно называется «Я и другие». И это другой навык, я про него не сказала, он самый важный, я считаю, в жизни. Это умение взаимодействовать с другими людьми. Потому что чем бы ты ни занималась в жизни, вокруг тебя люди, люди разные, приятные, неприятные, сильные, слабые. И вот уметь с каждым найти общий язык, еще с каждым решить какую-то задачу, вот это очень важный навык. И его мы реализуем в этой программе «Я и другие», она о командном взаимодействии и о лидерстве. И вот в эту программу мы приглашаем детей, у которых есть сложности в коммуникациях, есть недооценка себя или неуверенность в себе, вот, ну, понимаешь, да? И почему это важно, потому что там они команда. Вот мы там с первого дня их там приучаем, что это команда, и что такое команда, ну, там, непонятно. А к концу недели становится понятно, что такое команда. Команда – это группа людей, у которых есть одна цель, и которые хотят к этой цели прийти. И еще, как бы, в этой программе про ценность вообще в принципе человека. Вот искал любить друг друга, вот это об этом же просто другими словами. То есть, что если я там, Петя, он такой сильно уверенный в себе, энергичный, это клево, да? А там Маша слабая, тихо говорит, это не значит, что Маша хуже. Потому что в какой-то момент, какую-то задачу Маша сделать гораздо лучше, чем Петя. То есть, что у нас у всех есть какие-то таланты, и как клево, что мы вообще разные. Вот эта программа про ценность людей рядом, про коммуникации, про лидерство. Еще одна программа для самых маленьких называется «Я есть», где мы вообще… Ну, она больше досуговая, потому что возраст от 8 до 11 лет, самый младший. Но все наши летние программы, они развивающие, развлекательные. То есть, там у них есть тренинговые куски, где дети что-то узнают новое, полезное, ценное, в зависимости от направления программы. А с другой стороны, конечно, досуг, где они бесятся, носятся, играют и так далее. Так вот, младший возраст, программа «Я есть», она о принятии себя, о самооценке. Потому что вот этот возраст, ну, младшая школа, что происходит? Они раздают ярлыки, вешают друг на друга, и ребенок с этим ярлыком начинает сживаться. Так вот, наша программа, там ярлык этот снять и увидеть вообще, какой я классный. То есть, мы там поднимаем ценность с каждого участника. И так интересно, вот, прошлое летом у нас, когда была эта программа, у нас в одной группе было три лидера. Вот прям три альфа таких, вот одна девочка и два мальчика. И все пять дней, пять дней длится эта программа, они вот это лидерство, одеяло, тянули на себя, и мы потом садились и разбирали. Это было так круто, ну, то есть, разворачивали, что слышать других, уметь с вами позаботиться, ну, и прочее. И последняя программа, вот как раз про гендерную, школы выживания. Это выездная программа, она проводится в лесу, в палаточном лагере, где в прошлом году у нас, мы разделили, была мужская программа в лесу, где мальчики, у них там инструктура, там мужчины, участники военных действий и так далее, где, ну, мужественность, брутальность, силу, физику тренировали. Они там в пять утра поднимались, у них там был кросс, потом там зарядка, потом у них были боевые искусства, потом они там костер разводили. Ну, в общем, такая очень мальчуковая программа. И, кроме того, к ним туда в лес приезжали, я тебя приглашала, успешные мужчины, которые с ними разговаривали о разных важных областях, ну, вот, в мужской жизни. Деньги, успех, женщины, ну, и так далее, и так далее. Вот, в этом году мы решили совместить, много девчонок было, мы тоже хотим в лес, мы решили усилить эту программу, и девочек тоже пригласим в лес. Единственное, что у них будет разное количество дней и разные функции. И для того, чтобы на практике, опять, не на словах умных, там, Алены и наших других инструкторов рассказать, кто такой мужчина и кто такая женщина, а соединить их, чтобы они в действии осознавали это. Что девочки, они будут не просто, там, кашу сварили и потом, ляп, жри, давай, там, давай, вся. Как ты эмоционально, я же понимаю, аж кашу не захотел. Так красиво рассказывала и закончила жюри, да. Ну, так я, как бы, не закончила, что уважительно относиться к мужчине, причем, независимо от его возраста. Мужчине 15 лет, мужчине 38, мужчине 10 лет, от 10 лет эта программа не имеет значения. Женщина, она с уважением, а мужчина, он заботится, он, как бы, обеспечивает безопасность и прочее. Шикарная программа, тоже приглашаю. Вот, коротко рассказали. Столько вопросов, ну, ты так обширно рассказала, так что уже и вопросы, можно сказать, пропали. В общем, куда прийти? У меня просто трое крестник, два мальчика, одна девочка. Я начну, наверное, не куда прийти, а страничка, если есть. Не вопрос, наверное. Значит, есть сайт школожизни.рф. Это школа жизни? Да, это школа жизни, это именно сайт... Кириллицы.рф. Да. Кириллицы.рф. Это именно сайт центра развития. Есть еще отдельная страничка про летние программы, там чуть подробнее. Лето.школожизни.рф, тоже легко запомнить. Вот, мы находимся в городе Симферополе на улице Трубаченко, 10, дробь 22. И там же будут реализованы все программы. Контактный телефон. Сейчас соображаю, соображаю, просто не свой администратор, а дам школу жизни, туда можно задавать все вопросы. 978-107-59-47. Вот, так вот, в гостях у ассоциации предпринимателей Республики Крым и города Севастополя была Алена Вакина. И у нас традиционный вопрос, за по ту сторону экрана начинающий предприниматель, либо человек, который желает заняться предпринимателем, это, боже мой, мужчина, женщина, девушка, девочка, вот, юноша. Что бы ты пожелала, ну, вот, со своего опыта, со своей колокольни, так, чтобы простимулировать предпринимательство на нашем полуострове? Ну, первое, я желаю желать, потому что невозможно стать успешным предпринимателем, если у самого нет желаний. То есть, чем больше хочу, тем выше вероятность того, что все получится. Второе, конечно же, мы про это сегодня говорили вначале, очень важно не искать такую самую успешную бизнес-идею, которая выстрелит, которая востребована, а прислушиваться к своему сердцу и выбирать те направления, где глаза горят, как я это называю, потому что, если нет вдохновения, нет энергии, то не хватит. Можно будет делать, можно будет зарабатывать деньги, но не будет хватать радости жизненной, это прям очень важно. Ну, и еще один важный момент, мне кажется, через это проходит каждый, 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 каждый предприниматель. Просто быть готовым к тому, что, когда ты начнешь, все будут смотреть на тебя, крутить пальцем на доска и говорить, что это нереально, это не сейчас, ничего не получится. Просто верить, наверное, в себя и верить в свою идею и действовать вопреки. Все, гость. У нас была Алена Ватина. Спасибо, что пришла. Спасибо. Спасибо.